Сегодня исполнилось ровно 50 лет со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Свой профессиональный праздник сотрудники Росгвардии встречают на боевом посту. Этих инспекторов знает каждый, кто когда-либо получал разрешение на оружие, удостоверение от частного охранника или отвечал за безопасность объекта топливно-энергетического комплекса. Постоянный контроль за соблюдением законов в этих сферах позволяет избежать происшествий. С начала текущего года в Ненецком автономном округе сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы изъяли из гражданского оборота 22 единицы огнестрельного оружия и 280 боеприпасов. Несмотря на вдушительные цифры, количество нарушений со стороны владельцев оружия снизилось на 32%. Во многом это результат профилактической работы, которая проводится при поддержке местных средств массовой информации. Традиционно большинством нарушителей оказались владельцы, подавшие документы на продление позже, чем за 30 суток до окончания срока текущего разрешения на оружие. Охотники заплатят штраф и получат ружье обратно только когда устранят выявленные недостатки, а тем, кто хранил оружие с просроченной хотя бы на один день лицензии, то есть незаконно, придется расстаться с ним навсегда. Помимо конфискации, соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает арест на срок от 5 до 15 суток.